Машина Голдберга фактически это объект материальной культуры. И этот объект, соответственно, должен как-то выглядеть. Первый шаг в работе над машиной Голдберга – это разработка концепции и сценария вашей машины. Зачем вам это нужно? Придумав концепцию и сценарий, вы заметно облегчаете себе жизнь. Так как сузите себе поле визуального и материального решения каждой конкретной инженерной задачи до приемлемого уровня. Иначе вы получите неинтересный в визуальном плане набор механических действий. Или потратите кучу лишнего времени, решая, какие именно материалы лучше применить для каждого конкретного шага. Или на выходе можете получить также абсолютно несобранную стилистическую машину. Если нет изначально заданной темы, то, в принципе, можно отталкиваться, например, от интересного инженерного решения. Или от необычного предмета, который вы обязательно хотите использовать в своей машине. Иногда достаточно сложные инженерные решения не требуют дополнительных спецэффектов. Например, впечатляющая машина, состоящая исключительно из магнитов и деревянных планок, можно сказать, что она имеет минималистичный скандинавский дизайн. И позволяет зрителю максимально сосредоточиться на сложности самого действия. Но при таком решении само действие не должно быть затянутым и очень гладким, идеальным. Тематические машины Голдберга, в принципе, мои самые любимые. Я часто работаю в театре как художник-постановщик. И мне нравятся машины, которые как спектакль рассказывают какую-то историю, сказку. Естественно, то, насколько благополучно будет выглядеть ваша машина, очень сильно зависит от времени, которое затрачивается на ее подготовку. От наличия в команде человека, отвечающего за это, от финансов, от идеи изначальной. Например, если у вас нет высшего образования промышленного дизайнера, лучше для начала придерживаться одной цветовой гаммы, одной стилистики, ясного, простого цветового решения. Если есть возможность, и если агрегат не собирается из обычных бытовых предметов, то лучше обработать подготовленные вами детали. Напиленная, не крашеная фанера обычно выглядит как китайский 3D-принтер, то есть набором фанерных заготовок. Такое решение вполне может быть, например, когда форма деталей наиболее выигрышно смотрится вот в таком чистом исполнении. Или действие настолько сложное, что является самодостаточным. Но зачастую при минимальной обработке деталей, покраске, лакировке, пройтись морилкой, это мы сейчас говорим про деревянные детали, вы можете дать своей машине дополнительную эстетическую и информационную нагрузку. Если у вас нет никакой идеи, и ваша машина просто набор инженерных решений, шагов, просто покрасьте ее, это сразу даст ей дополнительный бонус. Она хотя бы будет иметь законченный, доделанный вид, превратиться из демонстрационного набора по физике для 7 класса в некий арт-объект. Небольшое уточнение здесь хотелось бы сказать. Красить детали лучше до того, как вы начали собирать из них узлы с вашей машины. Понятно, что вы сосредотачиваетесь на инженерной части работы. Главная задача ваша, чтобы машина работала все-таки. Внешний вид машины это дополнительный бонус все-таки. Но если у вас есть время, есть возможности, обращайте на это внимание тоже. Если посмотреть, например, самые популярные видео в интернете по поводу машин Голдберга, все-таки они все очень интересно выглядят чаще всего. Причем зачастую в кадре, кроме своего шарика, вот конкретно механизма, который в данный момент участвует в этом шаге, мы видим еще кучу всего. Комнату, кусок гаража, расписанную стену. То есть, в принципе, мы видим фон. И этот фон – это тоже полноценный участник вашей машины. И он тоже работает на визуальную составляющую вашей машины. И с ним тоже можно и нужно работать. Неважно, участвует он в движении, является ли он носителем ваших элементов, или он где-то там вдали. Он все равно попадает в кадр, воспринимается зрителем, и вы в идеале должны об этом думать. Например, вот на этой фотографии, где фон является, в принципе, на первый взгляд, он не является участником данной машины Голдберга, но он добавляет ей некоторой космичности, в принципе, подчеркивая вот эту стилистику хай-тека, превращая ее в такой некий космический объект. Запомните, машина Голдберга допускает включение в себя элементов, несущих исключительно декоративную функцию, или располагающихся в ней для вау-эффекта, просто для игры на эмоциях зрителя. Если вам очень хочется вставить в вашу машину какой-то элемент, но функционально вы его обосновать не можете, так и обоснуйте его декоративно. Пускай шарик просто катится мимо, или обегает этот элемент. Хлопушка просто может стрелять, когда мимо нее проползает ваш движущийся элемент. Причем этот элемент может как задевать и провоцировать стрельбу этой хлопушки, так и просто проезжать мимо. Она будет стрелять как бы там по каким-то другим своим причинам. И вот вы придумали череду шагов, но как эти шаги будут выглядеть, во что они будут упакованы, именно это и определяет внешний вид вашей машины. А используете ли вы содержимое мусорной корзины, или специально печатаете каждую деталь на ТД-принтере, это уже частности. Можно, конечно, собрать в кучу предметы из совершенно разных опер, но такую машину будет гораздо сложнее сделать визуально и концептуально целостной. По крайней мере, для первого раза это будет с очень сложной задачей. Логика в этом построении должна быть, пусть даже вывернутая наизнанку. Какие же мы можем использовать материалы? На самом деле все. Вообще, вот все, что только вы можете найти, представить, сделать, напечатать, изобрести, все это потенциально может быть использоваться в построении машины Голдберга. С ураном, конечно, у нас возникнут некоторые сложности на этапе производства, а, например, грязные носки будут отпугивать зрителей, но как было, когда это останавливало. Конечно, есть какие-то универсальные, часто используемые материалы, которые практически есть во всех машинах. Это железные шарики, трубки, деревянные планки и другие материалы, которые легко монтируются в узлы, и вы их увидите практически в каждых машинах. А второе – это уникальные материалы, то есть те, которые превращают вашу машину именно в рассказ, в историю, делают ее смешной или просто красивой, наполняют смыслом и приводят к финальному действию. И третья часть материалов – это декоративные. Они могут или вообще не участвовать в самом движении вашей машины, могут служить фоном или объектом, вокруг которого развивается действие. Сюда же можно отнести всю лакокрасочную продукцию. Технический сценарий машины. Что это такое? Это принцип, по которому развивается действие вашей машины. На самом деле этих принципов достаточно много, мы рассмотрим лишь несколько из них. Названия у этих принципов достаточно условные, они просто описывают это движение, скажем так, ровный. Это хорошо работает на однотипных сложных действиях или когда используются разные, но равнозначные элементы действия. То есть действие идет достаточно в ровном темпе, все элементы не выделяются размерами, цветом и так далее. То есть такой ровный, хороший сценарий. А сценарий, который мы условно назвали снежный ком. Это сценарий, который развивается от простого к сложному, от низких скоростей к высоким, от маленьких объектов к большим объектам, то есть по нарастающей. Третий вариант, который мы вам представляем, это акцентированный. То есть когда в работе машины есть несколько точек акцентов и несколько простых шагов, которые подходят к интересному, красивому, сложному, смешному, какому-то акцентированному шагу, после которого опять идет снижение, и опять мы на подъем к акценту идем. Еще один часто используемый сценарий – параллельный. Причем я хочу сказать, что эти сценарии не обязательно машина идет исключительно по одному сценарию. Эти сценарии могут перемешиваться, используются в машине, как бы несколько вариантов этих сценарий. Вот параллельный сценарий машины обычно не используется самостоятельно. Чаще всего он просто на каком-то этапе машины действие вдруг раздваивается и идет параллельно. То есть два действия одновременно. С этим сценарием, на мой взгляд, нужно работать крайне аккуратно и быть готовым к тому, что часть действий зритель не увидит, так как он не может одновременно наблюдать за двумя объектами. То есть он или тот может увидеть, или тот, ну или переключая внимание между ними. Есть даже такой вариант, который мы назвали возвратным сценарием. Это когда действие машины откатывается к началу или на несколько шагов уже прошедших и проходит путь заново. То есть используя или те же элементы, которые он уже прошел, условный шарик, или ранее не задействованы элементы. То есть до этого он прошел этот шаг, сбивая одни домино, косточки, а тут он как бы вернулся и сбил оставшиеся, которые он не затронул при первом действии. При создании машин Голдберга вам нужно обращать внимание на такие, скажем так, театральные термины, театральные понятия, как темпо-ритм, например. Вы наверняка присутствовали на всяких мероприятиях, праздниках, ивентах, где в определенный момент становится откровенно скучно. Потом происходит что-то интересное, все веселее и веселее, зрители воодушевляются, вдруг опять пумс, провал сюжета, вам опять скучно. Это же касается машин Голдберга. Вот она идет, 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 вам интересно наблюдать, потом в шарах, и какое-то очень-очень медленное действие. Обычно на этом действии, которое длится 30-40-50 секунд, отваливается половина зрителей на ютубе. То есть если вы хотите удержать внимание зрителей, вам нужно что-то с этим как бы делать, как-то удерживать внимание. То есть если вы на 20-м шаге поставили колбу, которая минуту будет наполняться водой, ну не получается по-другому, вот ровно минуту она должна наполняться водой, вы с шансами останетесь без зрителей. Что с этим можно сделать? Можно запускать туда рыбок каждые 5 минут, можно менять подсветку. То есть удерживайте внимание зрителей, не давайте провиснуть вот этому как раз темпо-ритму. Вот здесь мы видим достаточно интересную машину, в которой очень весело и задорно начинаются первые шаги, а потом то ли третий, то ли четвертый идет шаг, который тянется очень долго. Это вот это вот, причем сам по себе шаг очень интересный. Это в колбе поднимается вот этот элемент, там лягушка или что-то такого плана, и надевается шляпа, которая потом спровоцирует как бы следующий шаг. Но этот элемент достаточно долгий, причем при том, что он длится всего лишь секунд 10-15, но визуально он очень долгий. И его тут нужно как-то разбавить, подсветить, я говорю, что-то с ним сделать, убыстрить его не получится физически. Значит, с ним делайте что-то визуально. Рассмотрим еще несколько понятий, имеющихся отношение к дизайну в машине Голберга. И первым мы здесь возьмемся за визуально понятную последовательность. Перевожу. Это когда зритель или человек с фотоаппаратом знает, куда смотреть каждый следующий момент. Да, интересно, когда действие раздваивается, перескакивает, внезапно как бы возникает в разных углах машины, но тогда вы еще должны решать одну задачу. Это задача своевременного переключения внимания. Если у вас внезапная смена локации, то и стартовый элемент после перехода, например, должен быть ярким и крупным. Или делайте направленный световой акцент, или придумывайте свое решение. Но человек должен знать, куда ему посмотреть в следующий момент. Мелкие элементы, скрытые элементы, акцентируйте светом, цветом, как хотите. Маленький шарик в узком темном лабиринте не может быть черным. В принципе, слишком длинные непонятные переходы, особенно с некрупными движущимися элементами, дезавуируют зрителя. Он не понимает, куда смотреть, где ждать следующий шаг. Эффектность такой машины снижается на порядок. Хорошо работает цвет, цвет, пауза перед сменой места действия. Когда идет вот эта пауза, человек на автомате начинает искать, почему действие остановилось, где следующий элемент. И за это время он успевает сфокусироваться и поймать вот это движение. То есть он смотрит не сфокусированно в одну точку, где было действие, он начинает воспринимать машину целиком. И шанс поймать начало действия у него очень высоки. Следующее понятие, которое мы рассмотрим в отношении машины Голдберга, это объем машины. То есть у нас бывают машины Голдберга нескольких типов. Основные – это плоскостные и объемные. Плоскостные – это как мы их называем аркадные, 2D как бы машины. Это те, которые расположены вдоль стены, на плоскости. То есть они привязаны к плоскости. Это, кстати, для восприятия зрителей они гораздо проще, чем машины в объеме. Объемные машины – это вот, например, то, что мы часто используем на хакатонях. Это действие происходит в объеме. За ними легче, сложнее следить, но зато они как бы позволяют делать совершенно нереальные шаги. То есть инженерно они могут быть гораздо интереснее. Еще одно понятие, которое мы рассматриваем, это размер машины. В принципе, их условно можно поделить на три категории. Маленькие, средние и гигантские. Маленькие машины – это машины, ограниченные, например, поверхностью стола. Они собираются из небольших элементов, они достаточно быстрые. И к этому типу машин очень часто относятся машины, собранные, например, из канцелярских принадлежностей. То есть такие офис-стайл. Средние машины – это машины от полутора до десяти квадратных метров. То есть в рамках, например, одной комнаты. И гигантские – это машины, которые занимают, например, несколько комнат. Или ангар, или большую открытую местность. Они чрезвычайно эффектны, но требуют специальной техники для съемок. И еще одно понятие, которое мы будем рассматривать – это шаги. То есть шаги, между которыми у нас как раз передается импульс в нашей машине Голдберга. Так вот, все эти этапы шаги должны быть понятны и видны зрителю. Вы можете запомнить только это из моей лекции, это уже будет хорошо. Зритель должен понимать, что происходит. По крайней мере, у вас должен быть виден старт и финиш каждого действия. Даже если сам процесс скрыт. Например, шарик катится внутри трубы. А так как именно вот эти шаги и составляют визуальную ценность вашей машины, зритель должен понимать суть даже скрытых процессов. Если шарик выполняет сложную красивую комбинацию движений внутри закрытого объема, иметь смысл подумать над вариантами демонстрации этого процесса. Например, сделать окошки, сделать эту трубу из прозрачного материала. То есть повысить визуальную ценность вашей машины. И заключительный этап – это у нас финальное действие. В принципе, то, для чего вся громадная ваша машина работала все это время. Сама тема машин Голдберга, придуманная изначально карикатуристами разных стран, она изначально несерьезна. То есть это множество сложных шагов, которые приводят к достижению маленькой цели. Ну, изначально. То есть, в принципе, это и не может быть серьезным. Машина Голдберга самоценна как цепь событий, а не как средство достижения цели. Но финал здесь важен как точка в шутке. То есть, в принципе, вы тоже должны уделять ему внимание, продумать. Как бы именно от вашего финала останется послевкусие от вашей машины. Частующее всего это финальное действие или смешное, или подчеркнуто простое. То есть, машина, занимающая ангар и выполняющая все для того, чтобы чашка сахара прокинулась в ложку. Ну, это как бы такая шутка. А сейчас очень часто машины Голдберга используются, например, в рекламных целях. Поэтому думать над финальной точкой надо и надо очень серьезно. Она и составит конечные впечатления о вашей машине.